А я напоминаю, что мы находимся в Дубае, в моем гостиничном номере, и сегодня у меня не в гостях. Уже третий день тупо сидят эти люди. Виктория Ботти-Крестовна и Вадим Надапокайцевич Цыговновый. А как бы вопросов у меня уже не осталось, кроме одного. Какого хрена вы не уходите? Юр, Юр, ну нельзя так говорить. Мы вроде неплохо тут сидим, этой прекрасной, треединой компанией. И потом, а как же вот это вот, приходите в мой дом, мои двери открыты. Это не мои слова, это ваша песня. Забирайте свою песню, свою эту песнепойку и уходите, пожалуйста. Юр, я... Ты не нервничай. Я уже третий или четвертый раз тебе скажу, мы уйдем. Обязательно уйдем. Так вот я спрашиваю, когда? Да. Юр, Юр, ну чего я тебе сейчас это буду рассказывать? Ну, интернет тебе в помощь. Там есть вся эта информация. Просто почитай. Вот, он правильно говорит, Юр. Он все-таки старше тебя, а старших нужно почитать. И вот почитай. Тем более у тебя вон айфон этот в руках. От лукавого. Почему от лукавого? Юр, ну ты же вроде не глупый человек, Юр. Ну ты разве не знаешь, что означает вот этот эппловский знак, надгрызанное яблоко? Я-то знаю. Мне интересно услышать вашу версию. Вот, Юр, видишь. Тебе уже интересно. А ты вот это нам уходите, уходите. А вот это надгрызанное яблоко, Юр, чтоб ты знал, это искушение. Это блуд. По сути, у тебя прямо сейчас в руках блудит искушение. И это, Юр, не мои слова, Юр. Так сказал наш духовник в ТикТоке. Я сейчас найду, покажу тебе. Слушайте, ну смотрите. Но у вас ведь тоже айфоны. Получается, вы тоже поддались искушению? Да, Юр, ну это же совсем другое. Ну ты же не сравнивай себя и нас. Мы с Викой 15 раз покаялись, пока стояли в очереди за 15-м айфоном. Да, да. И причем заставили покаяться всех, кто с нами стоял в этой очереди в Дубай-моле. Да, Юр, не хочу хвастаться. Ты не поверишь, но вот правда, рядом с нами даже шейхи крестились. Вот Вика не даст со мной. Это чистая правда, Юр. Вот тебе шейх. Ой, вот тебе крест. А вы знаете, только что поймал себя на мысли, что мое интервью с Оскаром Кучерой, это была всего лишь легкая репетиция перед настоящим фестивалем трэша. Ты знаешь, Юр, мы, кажется, с Викой смотрели это интервью. Это там, где нейросеть сгенерировала кучерявого Оскара. Помнишь, мы с тобой смотрели? Вообще-то у меня на интервью был настоящий Оскар. Юр, ну ты о чем? Ну это же неправда. Все это прекрасно понимают. Ну не может настоящий человек три с половиной часа нести такую откровенную пургу. Да, но у вас же как-то это получилось. Юр, Юр, ну начнем с того, что нас с Викой все-таки двое. Вот тебе крест. Вик, ну пожалуйста, смени пластинку. Хватит одно и то же постоянно повторять. Юр, я хочу, чтобы ты меня услышал. Можно долго спорить, был ли это Оскар или это была его нейрокучера, но ответ уже давно всем известен. Почитай книги, там все написано. Взять, допустим, известную сказку «Волки семеро козлят». Там, где коза ушла за молоком, а в этот момент к домику с козлятами пришел волк и такой «Козлятушки мои, ребятушки». Как ты думаешь, мог ли волк общаться с козлятами голосом козы? Конечно мог, это же сказка. Да тут же дело даже не в сказке, Юр. Ты упускаешь самое важное. Речь о том, что уже тогда нейросеть могла генерировать и изменять голоса, понимаешь? И волк этим мастерски воспользовался. Это мировой всеволчий заговор, Юр. А козлята просто стали козлятами отпущения. Как изгенерированный Оскар в том твоем интервью. Это же очевидно, что козлят этих просто обманули. Они сами говорили, нас надули, надули, понимаешь, обманули. Да, обманули семь козлят на четыре кулачка. Крест тебе вот. Одну секунду. Прости, Оскар, но кубок тупости, который 9 месяцев по праву принадлежал тебе, я вынужден передать другим людям. И в завершении перефразирую вашу песню. Покидайте мой дом, мои двери открыты. Если дверь не подходит, у меня есть окно. Юр, подожди, пока не потерял мысль. Я ж почему привел в пример именно эту сказку «Семеро козлят». Мы ж тоже с Викой когда-то впустили в свой дом волка в овечьей шкуре. Он долго прикидывался нашим другом. Мы в ответ искренне прикидывались его друзьям. Я правильно понимаю? Это вы сейчас про Стрелкова Гиркина. Юр, давай так, про кого-то из них не хочу дальше вспоминать. Ну вот, когда этот предатель, понимаешь, замахнулся на святое, я сейчас про нашего президента, и начал его откровенно критиковать, Юр, я не выдержал и сказал ему жестко, «Ваше благородие, какашками перестаньте кидаться-то. У него же своих полные чемоданы, он же и ответить может». Вот он и ответил. Да, и теперь Игорек на передержке. Вот это поворот. Спасибо, конечно, моим бывшим друзьям, что сравнили меня с собакой. Юрий, мой тебе совет. Гони в шею всю эту цыгановщину, этих лицемеров и псевдо-святош. Я говорю псевдо, потому что знаю наверняка, если у этих двух проходимцев провести дома обыски, ничего святого там не найдут. А обыски пренепременно будут. Я уже черканул ваш адресок кому надо. Не благодарите. У меня все, пойду обратно в камеру. Извините, перепутал. Камера в той стороне.